Чем дальше живём, тем больше поражаюсь волшебству, в котором мы живём. Удивительный мир и удивительный тем, что мы на самом деле очень много можем, очень многое. А не получается у нас только почему, а потому что мы часто не понимаем, что сами делаем. Мы наделены силой мысли, мы наделены силой мысли не только тогда, когда мы думаем об этом и понимаем это, но постоянно, днём и ночью, всё время. И всё время мы что-то, значит, делаем полезно и очень даже вредно для себя, не понимая того, что происходит. Много лет назад в беседе я рассказал, что мы, люди, сами творим свой мир. И одна женщина очень разобиделась, она больше не пришла на беседы, разобиделась, заявив, это что же, я сама себя и наказываю, я сама себе и плохо делаю. Я больше такое слушать не буду. А у меня, например, сама мысль, что мы сами можем строить, творить мир, а значит, изменять, если что-то не так сделали, в своё время так вдохновила, что до сих пор остановиться я не могу в этой работе, в этом исследовании. Ну, прежде всего, конечно, нужно понять простые и доступные вещи, если мы будем хотя бы иногда останавливать своё мышление и смотреть, а что мы делаем-то. Если мы нацелены на будущее, на позитивное, желаем добра миру, желаем добра и себе в том числе, и что-то строим, что-то делаем полезно, пусть трудно, значит, мы созидаем. А если мы находимся в тревоге, в страхе, в обиде, в гневе, ну, тут любой сообразит, что в это время мы разрушаем. Тоже сами, да, сами, не кто-то за нас это делает, мы сами. Дело в том, что согласно закону воли, здесь кто-то может и не согласиться, особенно те, кто впервые это услышит, так вот, согласно закону свободной воли, никто не может нас заставить сделать ни добро, ни зло. Мы только можем это сами сделать, то есть другими сами нас могут спровоцировать на какое-нибудь зло, и мы это сделаем. Понятно, говорю, нет, но и речь идёт о том, что если нас злят, то злимся-то мы сами, если нас обижают, то обижаемся мы сами, если нас пугают, то боимся мы тоже сами, и другими с вами нас невозможно заставить бояться, если мы не испугаемся. Если мы не разозлимся, значит, мы ничего злого и не сделаем. Если мы не обидимся, мы тоже не спрячемся от обиды. То есть удивительная возможность не поддаваться вот этим воздействиям. Это наш выбор, тоже наш выбор. Люди некоторые говорят, не бесите меня. Здравствуйте. А если вы сами понимаете, что вас бесят, так остановите своих бесов-то. И тогда зло не совершится. Скажут, ну вот объективные же есть причины. Допустим, поскользнулся, упал. Тогда возникает вопрос, а когда шел куда-то, в каком настроении, в каких чувствах? А может быть, подсознательно был страх, что подскользнешь и упадешь? Допустим, какой-то вирус подхватили. Тогда возникает вопрос, а в каком мы состоянии были, когда подхватили этот вирус? Потому что наша защита и иммунная система работают превосходно, если мы нацелены на целостность. А если мы в раздрае находимся, естественно, нас может ауру нашу и, естественно, физическое тело повредить любой вирус. То есть это от нас зависит. От нас. Но для того, чтобы это понять, нужно все-таки иногда наблюдать за собой. А что я сделал-то? Почему я заболел? Почему я упал? Почему я стукнулся о столб? Почему я врезался в косяк? Почему я поссорился с каким-то человеком? То есть эти вопросы стоит задавать для того, чтобы наблюдать за своим мышлением. А если мы не собираемся наблюдать за своим мышлением, естественно, наша сила, наша мощь, я имею в виду сила мысли, будет управляемая другими совершенно людьми или существами. Собака наша может составить разозлиться, лошадь может составить напугаться и так далее. То есть мы поддаемся воздействиям только потому, что сами-то даже не задумываемся, что мы не собираемся управлять этим всем, а отдаем все на откуп окружающему миру и людям часто. И поэтому наблюдение за собой – это чрезвычайно важно. Вот сейчас можно обратить внимание на своё мышление, о чём я думаю, а что я делаю в данный момент, а куда направлены мои мысли. Что я строю что-нибудь, я будущее строю или я его разрушаю. Настоящее и будущее. Для того, чтобы разрушить будущее, достаточно разрушить фундамент. Фундамент создаётся сегодня и сейчас. Если мы, допустим, строим дом и построив первый этаж хорошо, второй этаж хорошо, третий, четвёртый, и на пятом, шестом этаже мы начали разрушительную работу, то следующие этажи уже достроиться не могут. Как бы мы ни старались. И когда люди говорят, Бог поможет, и действительно кому-то это помогает, но помогает настроиться, а сам Бог не строит за нас. Так вот, нам всё-таки самим надо взять себя в руки, понять, что произошло, почему это мы вдруг, ни с того ни с чего, разрушили свои построения, частично и полностью. Рассивдившись, мы в доме построили кривые окна, горбатые полы, двери все время закрыты, и мы не можем их открыть. То есть, мы строим мир, в котором жить сами не собираемся. Вот вы понимаете, какая штука. Полагаясь на какую-то судьбу, на какую-то карму, на какое-то будущее, которое непонятно людям, люди думают, что этого достаточно. А думали ли мы, что мы не имеем ещё жилья? Да, мы не имеем ещё дороги, мы не имеем ещё защиты, и мы её создаём. А если мы не думаем о доме, который мы построим, и построили вместо дома какую-нибудь клетушку, сарай, или просто положили две доски, полагаем, что это уже есть дом, то мы глубоко заблуждаемся, и мы думаем, что он уже должен быть. А с какой стати? Вот многие люди, особенно молодые, никак не возьмут в толк, за что их мир так обижает? Ну почему обижают? И когда им говоришь, вы знаете, ребята, в этом мире для вас ещё никто не создал любви, не нашёл друзей, не нашёл интересной работы, это всё предстоит делать вам. Как это? А на что родители? Здравствуйте, родители вам подберут друзей, которые вам не понравятся, родители построят дом, который вам и даром не нужен, родители найдут работу, и вы почувствуете себя в рабстве. То есть мы сами, не просто обязаны, мы сами должны строить это всё, да, любовь, дружбу, своё будущее, мы строим сами. Вот почему так разительно отличается жизнь людей. Начинает, стартует вроде бы с одного уровня, допустим, с одной семьи, а совершенно разные результаты. А потому что один что-то строит, а другой совершенно об этом не думает. То есть он не строит будущее. Поэтому необходимо устремление, если нет устремления, то не будет этого будущего. Но не просто устремление, а ещё и задел мысли. Мы можем сказать так, что из нашего мысли, нашего мысли духа, мысли души, внутреннего света, тепла, что-то созидается. Если мы, к примеру, настроимся на свет сердца, в начале какого-нибудь дела, неважно трудного, сложного, просто нового для нас дела, то мы, эти мысли начнут как бы с чистого листа, и это дело начнёт организовываться. К нему придут другие мысли по подобию, и удивительное волшебство начнётся созидаться. То есть сказки, когда дворцы строились силой мысли, это не сказки, вообще-то говоря, это реальность только тонкого плана. Так вот, сперва на тонком плане это строится, а потом материализуется. То есть мы настроились, и начинается это всё созидаться. На следующий день мы должны продолжить. Продолжить. Но если в нашей мысли, в нашей образе закралось что-то разрушительное, то этот дворец начинает рушиться опять. Мы снова пробуем. Следующий день. И потом опять что-нибудь вкралость, и он опять начинает рушиться. И в результате мы отчаиваемся, говорим, а у меня ничего не получится. То есть мы опять заложили мысль, что у меня ничего не получится. И по этой мысли, естественно, всё и будет. Ничего не будет получаться. В жизни бывают такие смешные вещи. Однажды я прошёл много километров пешком, только потому, что я был уверен, что у меня на дорогу, на автобус не хватит денег. Спрашивают, чья эта мысль-то? Моя. Конечно, моя. Но обычно люди это бросают на кого-то, что вот обстоятельства и так далее. От чего зависит моя походка? Скажут, как, от чего я таким родился? Да нет, мы восприняли эту походку от родителей. Но взять этот настрой от родителей, этот образ походки, можем только мы сами. Или можем отказаться и развивать свой. От чего зависит манера говорить? Тоже от меня. От чего зависит смелость? Конечно, от меня. Но для этого нужно понять это. Ну и самое главное, когда ты поймёшь, что ты заразвязываешь себе руки в творчестве жизни, ты начинаешь обладать возможностями, которые раньше у тебя не было. Дело в том, что мысль сама по себе вездесущая. И мы её можем забросить далеко-далеко вперёд в будущее. И она нас будет тянуть, как якорь. Или звать, как свет далёкой звезды. Мечты. И что такое мечта? Это мысль, заброшенная в будущее. И если мы этому доверим, то мы удивительно можем жить опять в радости. Радость – это не значит лёгкость. Вот когда люди полагают, что можно радоваться жизни лёжа на пляже, только лишь, да? То для меня, например, лежать на пляже – тоска смертная. Потому что радость – это, вообще говоря, преодоление. И в преодолении мы получаем ещё большую радость. Это не радость козлиная, когда прыгаешь с кочки на кочку. Это не радость, когда ты наелся досыта. Это не радость, когда ты купаешься в море. А это радость, когда ты преодолеваешь сам себя. То есть становишься сильнее и больше. Достойная мысль – да. Но эта мысль сама по себе может напугать. Как? Опять преодолевать? Да. Опять преодолевать. Если не хотите, выбор-то за нами. Но скучную жизнь, если мы себя сделаем, мы себе сделаем, мы сами себя сделаем. Понимаете? Вот почему одни радуются жизни каких-то путешествий, каких-то строительств, каких-то действиях, да? А другие прозябают, потому что они боятся. Боятся строить, боятся, что что-то не получится. Или получится не так. А что такое не так? А не так, как я жду. Понятно, что человек в этом смысле отказывается от строительства своего будущего. Сейчас многие утверждают, надо жить здесь и сейчас. Что это значит здесь и сейчас? Любой человек, живущий на земле, знает, что ему будущее нужно обеспечить. Значит, он уже заботится о будущем. А если здесь и сейчас, то можно только вкушать плоды прошлого. А никак... То есть здесь и сейчас, вообще говоря, не существует, и кто это придумал для успокоения психики, я не знаю. Сейчас очень распространённое это заявление среди психологов. Так вот, существует прошлое. Оно уходит от нас всё дальше и дальше. И мы готовимся уже в этом, к будущему. И тонкая грань между здесь и прошлым, и будущим, если это всё называется здесь и сейчас, то здесь не по блаженствуешь, здесь нужно всё время двигаться. Всё время устремляться. Всё время другими словами жить. То есть остановить мгновение, которое якобы прекрасно, это всё равно, что умереть. И поэтому не советую никому застревать вот в этом моменте, каким бы оно ни было, страшным или наоборот очень чудесным. Потому что устремление в будущее даст ещё больше возможностей. Ну а теперь посмотрим, как в старину верующие люди начинали новое дело. Они настраивались на Бога, на молитву. Для чего? Ну кто-то скажет, для того, чтобы получить помощь. Наверное, вдохновение, так скажем, получить. Вдохновение. И в это время как раз и рождался образ нового дела. Если мы это новое дело начинаем смело, решительно, настроившись в светлом, тогда и результаты у нас будут, и соответственно этому точно так же, как семья добрая, здоровая седет в землю, и результат от этого семени будет превосходный. Но если мы начинаем дело в страхе, в унынии, это всё равно, чтобы посадить в землю гнилое семя. И что от него будет? И поэтому не надо удивляться, что у нас так получилось что-то в жизни. Ну а если получилось, то мы знаем, что делать. Мы можем вернуться в точку подготовления семени, то есть начало нашего действия, и хоть что-то исправить, то есть начать бы как бы заново. Это возможно вполне, это реально, и мы это делали. А сейчас мы советуем, что, кто знаком уже с силой, с энергией сердца, при начале любого дела настроиться на свет сердца, и в чашу сердца сложить все мысли по поводу этого дела. И когда вы почувствуете готовность, можете начинать смело дело, потому что оно действительно реально получится, и получится наиболее гармоничным образом. Теперь такой вопрос. А почему природа предусмотрела ночной сон и утреннее бодрствование, в котором мы что-то делаем физически, ну или мысленно, для чего это? То есть новый день и новые возможности. А не говорится ли о том, что в это время, когда мы просыпаемся, мы, по сути дела, рождаемся для этого дня? А значит, мы можем это рождение сделать, опять же, настроенным на волну созидания, на волну творчества. Вы представляете, какая возможность? Рожжёг костёр, в котором нет ядовитого дыма. Засветил свет, из которого строится здание, допустим, моего дома, или дорога строится, или появляются новые друзья. То есть мы можем заранее, просыпаясь утром, настроиться на эту волну, как бы зажигая огонь. Новый огонь. Его ещё не было никогда. Его не было в прошлом. И никогда не повторится в будущем. Это огонь этого дня. И он будет чудесным. Это удивительная возможность настроиться на этот огонь в себе и освещать всё событие в новый мир. Но не случайно многие теперь уверенно говорят, что мир, который нас окружает, это зеркало. Или по-другому. Мы из себя высвечиваем мир наружу. У нас внутри мир рождается и высвечивается наружу. И если этот мир внутри рождается светлый, радостный, творческий, с преодолениями, пусть с трудностями, но удивительные возможности постижения, в таком случае прекрасно. Мы его можем направить, рождение, в нужную нам сторону. А если он родится калекой, унылый, горбатый, недовольный, злобный, то мы будем этот день пожинать. То есть у нас прекрасная возможность каждое посыпание созидать новый день. Мы его с вечера можем подготовить в какой-то мере, а можем и утром ещё раз прийти к этому и, проснувшись, создать вокруг себя новый мир. А что при этом ещё происходит, когда мы создаём новый мир? Можете представить? У нас новые клетки созидаются в организме, а значит новые органы, новая кровеносная система, новые нервы, новая кожа, новые глаза, вы понимаете, новое тело. Вокруг нас новый воздух, новая вода, которую мы примем в себя. То есть мы строим свой мир и своё тело каждый день при пробуждении. Вот это удивительная возможность. Вот просто потрясающе, которую вот в последнее время я экспериментирую. И знаете, вставать и просыпаться становится всё радостней. А если мы видим другого человека, который впадает в какой-то прошлый, тёмный день в своей жизни, который впадает в уныние, можем его позвать в новый день? Конечно, можем. Только самим не нужно поддаваться тому, что нас тащат туда, в прошлое. Ну и ещё, может быть, кому-то приходил на помощь некто, который как бы напоминал о чём-то творческом, радостном, успешном, который звал вперёд. Так вот, сейчас существует гипотеза, что это приходили мы сами только из будущего, светлого нашего будущего. Для того, чтобы мы здесь учились строить мир в нужном нам направлении. Это, конечно, то, что я говорю, кажется, совершенно фантастикой. Но, тем не менее, как ни странно, мы проверяли очень похоже на правду. Очень, потому что опыты, но не то, что специально делали опыты, а вынуждены помогали людям вернуться в прошлое и исправить там какую-то ситуацию, какой-то момент. Мы об этом как-нибудь поговорим. и вот это созидание, то есть уверенность, что я сам строю свой мир, свое будущее, свое тело, даёт мне возможность направлять в нужном направлении, смотреть, куда они идут, вообще говоря, двигаясь, контролировать этот процесс без тревоги, без страха и стараться не допускать разрушительные мысли. и не допускать, а если допустим, то возвращаясь, всё-таки хоть что-то исправлять. и вот на такой позитивной мысли, на таких возможностях, которые, в общем-то, есть у каждого человека, я бы хотел закончить сегодня. субтитры сделал DimaTorzok